Тут очень важный нюанс есть, потому что получается, что было, но не у нас. Раз мы это режем, рушим, валим, вычеркиваем, кэнселим, сносим. Я понимаю. То есть, получается, это было не у нас. Но проблема-то в том, что граница 91-го года, почему тогда являются национальные идеи, если то мы кэнселим, ну, то есть, тут очень серьезный, на самом деле, философский вопрос. Смотри, Александр, я хотел бы вашей зрителям внимания обратить сейчас на тенденцию очень серьезную. Вот смотрите, каждый раз, каждый раз, наш избиратель подходит к урне, голосует за еще что-то хуже и куда-то, потом понимает, что он ошибся, да, смотрит в зеркало, думает, дурак я. Но с упертой натурой идет и голосует за еще хуже. Понимаете? То есть, это процесс, который длится 30 лет. Это мы, наши отцы, деды, построили то, что потом просырали, сами просырали. Это же наша нация построила, и наша нация и просырает. Никто, ни инопланетяне, если мне скажут, там, американцы, ну, европейцы, еще кто-то. Не, подождите, это, ну, строили советские люди. Стоять. А это не мы. Александр, стоять. Не, понимаете, в чем дело? У советского человека, кстати, в отличие от гражданина Украины, в паспорте было написано «Украинец». У меня в маме, у папе было записано, в дедушке, в бабушке, понимаете? Поэтому строила это наша нация. Входила она в Советский Союз. Я никогда не говорил, что надо вычеркнуть советскую историю. То, что ее надо изучить, разложить по полочке. И указать, что вот тут было не то, и плохо, и преступно. А вот тут мы достигли, ну, позитивов. И это надо взять, сохранить. Ни один адекватный человек, ни одна адекватная спельнота, ну, общность, да, людей, не будет выбрасывать на помойку полезные. Ну, вот вам упало на голову, ну, я так грубо говорю, два мешка. В одном дерьмо, во втором золото. Ну, вы же не выбросите из дерьмо и золото. Потому что подумают, что вы с дурдом. Мне начинают рассказывать. Ну, это американцы, там, немцы, ну, я говорю, так хоть марсианы. Зачем вы их слушали? Я в девяностых, первом, втором, третьих годах говорил, мы не имеем права отказываться от ядерного оружия. Все кричали. Вы, вы хотите войны. Вы разжигатели. Вы там это. Мы говорили, будет война. Ну, нельзя отдавать. Это гарантии. Нет гарантии будут, ну, на бумажке. Результат мы все видим. Да, я был молодой, меня не так слышали. Хорошо. Степан Вилькович, царство небесное. Ну, хмаро говорил это. Говорил. Борис Ильич Олейн. Народный депутат и писатель известный. Говорил это? Говорил. Это два противоположных человека. Один националист, второй коммунист. Вы помните, да? Борис Ильич был национал-коммунистом. Степан Вилькович националистом. Говорили, говорили. Но это был голос умнейших людей, который остался никем не востребован. И это касалось всего. Понимаете? Всего. Мы потеряли Южмарш. Важнейшее стратегическое предприятие. Я помню, в 2014-м его же вообще добивали. Его добивали в 2014-м, потому что и западные партнеры договорились с Россией, что оно нам не нужно. И остатки всех производств, технологий, все сравнят. Это проблемы внутренние нашей нации, нашего народа. Не переосмыслив их, не найдя себя, слушая Яременок про национальную идею в каких-то границах. Правильных, неправильных. Не важно. Не могут быть границы национальной идеи. Правильные, неправильные. Как один из элементов, ну, грубо говоря, где-то там, ну, когда-то в каких-то... Да. Но это не может быть национальной идеей. Фетишем национальным. Понимаете? Фетишем может быть богатая страна с счастливыми, богатыми людьми, которые богаты не только на деньги, но богаты духовно, богаты традициями своими и тому подобное. Нас превращают в быдломасу. Я наблюдал вот картину такую, прекраснейшую картину, вот очень ее люблю, называется «Жаба Гадюкина». Або «Мыши Жаба Дракюка». Это есть такое греческое произведение. Я о том, как новоназначенный советник министра обороны Умерова мелочь по карманам, тыбрит. Сняли ролик, сдерли с американского, фирмам супруги, открыли соросята из детектор-медиа и как начали друг друга поливать. Информ-помойки банковой на детектор-медиа, те, кто с детектор-медиа на информ-помойки банковой. Я свяжу и смотрю, ребята. А может, мы действительно надо подумать. Закон о бинаргентах в Соединенных Штатах существует сто лет. Сто. Может, нам пора сказать, что нам по барабану, что надо отказаться от всех агентов влияния, и тех, кто на Москву, и тех, кто на Вашингтон, и тех, кто на Брюссель, и тех, кто на Пекин. Хотите, я расскажу одну историю? Очень интересно. У нас департамент по санкциям в НБО возглавляет бывший глава китайской промышленной палаты в Украине. Ну, вы понимаете, да? А потом нам рассказывают, зачем закрыли реестр на ЗК по... Да, потому что китайских компаний там больше всего. Игорь Владимирович, я хотел бы, смотрите, давайте закруглим тему с Харьковом и еще одну тему обсудим. В общем, приходят там подробности. Власть Волчанска, а именно начальник городской администрации Томас Гамбарашвили, в общем, отрицает, что ничего не строили. Вот прям так и говорит, что все построено было, возможно, не так плотно, постоянно вот стрелы были, как смогли, так и сделали. То есть, ну то, что ничего не сделали, это как бы вранье, поэтому делали как могли. Ну вот как смогли... Так я не сказал, что ничего не сделали. Нет, ну вот это вон так, вот так говорит. А Нью-Йорк Таймс публикуют очень интересные умозаключения. кстати, я хочу, чтобы вот на этом мы три точки в теме наступления на Харьковскую область поставили, потому что это очень важно. Наступление в России на границе Харьковской области может усилить давление на власти Украины с целью начала мирных переговоров. Это, кстати, вот когда вот мы там разбираем какие-то конспирологические планы, ну вот там план, в том план, в этом. Так может в этом и план. Подошли вот там что, три села в направлении Циркунов туда, да, ну это одна вот эта линия, вторая Волчанск. Ну там, чтобы понимали мы просто, ну по... По карте. По карте, да. Волчанск понятно, там они будут двигаться на северо-Луганской области, там оккупированная территория, поэтому там есть как бы вот такой на что опереться. Вы обратите внимание, что оба направления идут по границам водохранилища, что очень важно. И что в случае подрыва дамб может сыграть тоже определенную роль при отсечении Харькова. Это надо учитывать. Я ознакомливался с этой статьей в New York Times и я скажу, Александр, ну я не вижу на сегодня в Российской Федерации никаких потух к мирным переговорам. Они пока на коне, у них пока все выходит, они готовят вторжение в Сумскую область. Это очевидно уже, ну это даже наши, ну, то есть, она не военно. Я не исключаю вторжение в Киевскую область, в том числе с территории Белоруссии. Притом, им не надо сосредотачивать вот наши вот эти пропагандоны, да и эксперты некоторые говорят, они не могут пойти там недостаточно сил. Так под Харьковом для захвата Харькова тоже недостаточно сил. Но для прорыва, создания неприятного ощущения, необходимости перебрасывания войск вполне достаточно. На Сумщине побольше, а на Сумщине там будут пытаться выйти на валки, мы же понимаем, для того, чтобы отрезать тот же Харьков, правильно? Ну это, ну, школьник поймет, посмотрел на карту. В Киевской, ну, второй раз с Чернобыльской зоны никто не уйдет, если не дай бог дать ее захватить. А Чернобыльская зона это вот Киев. Понимаете? То есть они будут усиливаться. И кадровое назначение вчера в Кремле изменения говорят о том, что Путин готовит Россию к длительной войне. Вот тут очень важно понимать. В войне с нами раз, ну, то есть с нашей страной пока она не покорится. Возможно, если кто-то впрягется с каких-то бывших республик, ну, возможно, там какой-то конфликт, я не верю пока, не вижу, ну, пока на сегодня никаких осягаемых горячей войны с НАТО, да, ну, желание. Но это не означает, что после окончания войны с нами, да, он не начнет холодную войну с нами. Мы вспомним, холодная война с экономической точки зрения для Советского Союза была, как и для Запада, определенной историей. назначение министра обороны в Российской Федерации говорит о том, экономиста, человека, который как раз работает над замкнутыми циклами экономическими, что очень важно, как раз и говорит о том, что Россия готовится к затяжной войне, не обязательно это горячий конфликт, это может быть холодная война, но это война экономик, война зацикленность, полностью цикл построить экономические циклы в середине на своей территории, возможно, с ближайшими союзниками. Я, по крайней мере, так эти перестановки оцениваю. Но еще остался повис в воздухе один вопрос на значение. У нас же не назначен никуда господин Патрушев. А это может означать две вещи. Вещь одна, если он никуда и не будет назначен, значит, мечта его жизни накрылась мокрой тряпочкой, грубо говоря, о том, что сын станет преемником Владимира Владимировича. Об этом ленивый, да, ну, не говорил раньше. А если он будет назначен, то как раз это очень будет показывать, готовы ли к мирным переговорам, готовы к обострению серьезнейшему, и как вообще дальше будет внутри России развиваться политическая ситуация. политическая ситуация внутри России это естественно, это понятно, но тут тоже это очень интересная трактовка, потому что она справедлива. Ну, это как бы Белоусов, это товарищ с команды Гайдара, да, то есть это не то, что там, это считается такой либерал в команде, то есть здесь очень принципиальный момент. Смотрите, это либерал, который построил после введения санкций замкнутые циклы производства, а это очень важно, вот, на данном этапе это очень важно, это раз, второе, еще раз говорю, мне интересно назначение Патрушева с точки зрения преемственности в будущем власти, мы все понимаем, что никто же не вечен, и рано или поздно в России будет происходить какой-то трансфер, зная российскую историю, советскую историю, не факт, что он будет происходить бескровно, что он будет без противостояний, ну, может и бескровно, но без противостояний, ну, происходить, вот, поэтому с этой точки зрения и назначение Белуусова и подвешенность Патрушева очень знаковые, ну, вещи, что, поэтому говорить сейчас о том, что захватив три села, кто-то намекает на, ну, восемь уже сел, кто-то намекает на проведение переговоров, ну, это только дурак может сказать, или New York Times, ну, в New York Times могут написать либо дураки, либо диверсанты, да, друзья, подпишитесь на Масичука, пожалуйста, ссылка в описании на телеграм-канал, там тоже оперативно выкладывается и тиктоки, собственно, информация, неделя до 20 мая. Переговоры, оттолкнувшись от них, все-таки пишут многие о том, что для того, чтобы достигнуть каких-то, возможно, да, каких-то четких засечек, в том числе и с русскими, ну, есть вот эта неделя. Что думаете по поводу семи дней? Нас ожидает острейшая, скажем так, тяжелейшая. Ну, вот, например, когда в Белгороде подъезд, да, ну, подорвали, прилетело, то есть тут уже куча версий, все такие, знаете, пропагандистские, все очень, ну, а трагедия людей, безусловно, да, там 19 человек под завалами, мертвыми нашли. Подобные истории понятно, что не могут как бы сподвигнуть каким-то переговорам. Точно так же, как в Днепре прилетало тоже о других городах были обрушения, но тем не менее, есть же моменты, которые подталкивают к тому, чтобы разрешить все за вот эту вот грядущую неделю. Александр, не верю, в переговорный процесс не верю по двух причинам. Причина первая, окончание войны на сегодняшнем этапе абсолютно невыгодно не только России, как я понимаю, но которая настроилась, да, на наступательные вещи, невыгодно банковой, потому что остановка войны это проведение выборов. Это уже очевидно, это понятно, об этом говорят прямо партнеры, нету проведения выборов, нету денег, то есть заморозка войны для людей, которые сидят на банковых, будет означать прекращение финансирования и проведение выборов. Выборов, которые не очевидно проиграли. Потому что даже вчерашние, сегодняшние события в Харковской области, о которой мы говорили, говорят о потере поддержки даже среди тех, кто, ну, военных, ну, и так далее, и так далее. Это один момент. Второй аспект. Я предвижу, что в эту неделю будут попытки, будут попытки провести все-таки кадровое назначение. Произойдет ли консолидация в парламенте, которая позволит перезагрузить, так как мы раньше говорили, все правительство. Я не уверен в этом. Хотя, по моей информации, банковое, ну, не оставляет, ну, таких желаний. Опять же, вы помните, когда Бутусов сказал, что у Мерова снимают и отправляют на место Кубракова, да, все на него накинулись, и так далее, и так далее. Я скажу другое. В генеральном штабе, у меня там есть серьезный источник, в полной мере говорят об отставке в Мерова. Я не знаю, куда его там, ну, на место Кубракова в космос, или куда его... жертвую уж только назначили относительно. Ну, говорят, очень слабо, говорят, партнеры плохо смотрят, и говорят, что на его замену хотят поставить кадрового военного. посла Британии? Хамчака. Хамчака, понятно. Генерала Хамчака, да. И люди Хамчака, которые там в резерве, ну, в генштабе, они уже спаковали чемоданы на коротком взлете, все. Произойдет это или нет, не знаю, но в генштабе, а это, вы же понимаете, это не способствует ведению боевых действий. Когда вот такие вещи происходят, надо принимать атаку решение, или так, или не так. У нас сынский в кадровые перестановки тех, кто не лоялен, заигрался, ну, то, что мы видим, а тут еще смена обороны. Поэтому я думаю, что эта неделя у наших властей рассчитана на попытку внутреннего переустройства, потому что они генеральный прокурор, ну, и так далее. Почему? Потому что они понимают, что после 20-го в любой момент это может ставиться под сомнение в той или иной мере. Особенно то, что касается должностей, связанных с контактами с Западом, ну, с партнерами, послами, ну, и так далее. Вот. Поэтому ситуация, я думаю, внутри страны эту неделю нас ожидает, но для меня самое главное, знаете, не вот это Жаба Гадюк, ничего, мыша мыша Жаба Дракевка, меня интересует больше ситуация на фронте, потому что это наши ребята, это наши люди, наши территории, и запускать таких мягко говоря, про-про-про-про, как мы видим на Харкове, и оправдывать это какими-то планами, о которых все понимают, никто даже не дорадуется, но это у них план в Чернигов кого-то, в Харков кого-то, или в Чернигов пустить, я не знаю, или в Сумы, ну, я не понимаю, мосты эти строят. Нет, ну я же привел вот эту формулировку. Ну да, я же говорю, мосты строили. Мы сделали все, что смогли, то есть, ну. Да, мы построили мост, по которому теперь можно съехать в Харков, мы построили мост, по которому можно опять приезжать в Чернобыльскую зону, где вести боевые действия, но вряд ли кто толком будет, ну, потолкаются с нас. Ну, с другой стороны, ну, чего вы так? Ну, прям, ну, вот как неродной, Игорь Владимирович. Ну, построили мост, поперли, взорвали, еще раз построили. Я им неродной, потому что я считал и считаю, что мародерство во время войны, особенно чиновников, на госдолжностях должно караться на уровне госизмен. Понимаете? И тут, надо конкретно, мы же не видим никого. Вот давайте так, положа руку на сердце. Путин формально, неформально, как угодно, скажите, выборы провел? Провел. И тыкает нам пальцем. Правильно? Иванова жирного гуся поймал? Грубо говоря. Понятно, что их там тоже десятки, как и у нас. Но поймал жирного гуся, показал своим, поводил по кругу, показал. У нас, я извиняюсь, даже Синегубова с Кириленком на повышение отправляют, вместо того, чтобы разобраться, где же деньги с оборонительных сооружениями. Тут же момент такой, что... Молчу про Резникова, молчу там, понимаете, да, про остальное. Это же можно было представить себе, сколько там украли на линиях Суровикина, ну, в то время. Смотрите, более того, я скажу. У нас специально запускается месседж такой. Не говорите о коррупции. Вы качаете лодку. Крыс будет точнить. И это говорится на полном серьезе. Понимаете? Это говорится на полном серьезе. Мне пишут на полном серьезе. Угрожают. И говорят, вы будете говорить, вы сдаете Харков? Не тот, кто я изменяюсь в деньги звезданул, блядь, и нифига не сделал для его обороны, а те, кто говорят, что делайте что-то. И, знаете, какое-то у меня разбоение. Во многих вещах Владимир Александрович, который Зеленский, пытается копировать в чем-то Иосифа Виссарионовича, который Сталин, в отношении оппонентов, многих вещей. Но в то же время мы знаем, как Иосиф Виссарионович относился к своим подчиненным. И что с ними происходило, если они вредили каким-то общим делам. Уже приехали черные воронки, упаковали новые, приехали руководители и все. А тут страна смотрит, а Верховный молчит. А значит страна думает, что Верховный покрывает крышу. Выходит, Синегубов, Кириленко завалили строительство оборонительных сооружений, Синегубов на Харк, Кириленко на Донеччине. Один остается на должности Синегубов, второго вообще подняли до антимонопольного комитета. Все об этом говорят, включительно с людьми президента, без угла этой самой, да? А президент их выходит крышует, но у меня другого нет. Если нет, то на этой неделе должны быть несколько арестов. И не каких-то там швеперов, подрядчиков и тому подобное, фунтов, а реально руководителей, которые отвечали за эти направления. Посмотрим. Интереснейшая неделя намечается. Игорь Владимирович, спасибо за время. Спасибо вам, Александр, спасибо зрителям, что нас терпели. Пишите комментарии, мы вас считаем. Ну и подписывайтесь, конечно, чтобы не потеряться и вовремя найтись. Берегите себя и друг друга, всем добра и света. Увидимся.